Спасибо за предоставленную честь выступить на таком очень солидном форуме. Я действительно являюсь выпускником механико-математического факультета 1972 года. Ну и не думал, что придется когда-то вот так снова оказаться в среде математиков, экологов, метеорологов и так далее. Действительно, Николай Иванович Лобачевский был человеком больших дарований, разносторонний. И поэтому, занимаясь научно-исследовательской работой, он был не кабинетным ученым, как мы сейчас узнаем или напомним, многие об этом и знают, допустим, то он занимался и естественными науками. И этот год, этот год, нынешний год, является в России годом экологии. А в Республике Татарстан сегодня заканчивается климатическая неделя. И в нашем университете, вот таким образом является, университет в этом году, год Лобачевского. Вот три события, как бы, переплелись сегодня в одно такое знаковое событие. Поэтому мой доклад, он будет, безусловно, касаться истории метеорологических наблюдений и роли здесь Лобачевского, его учеников, последователей. Ну и, безусловно, хотелось бы сказать о современных проблемах науки о климате. Потому что климатические вызовы сейчас тоже являются на слуху. Я могу напомнить о том, что недавно прошел Всемирный экономический форум в Давосе. И там на первое место были поставлены гидрометеорологические угрозы среди природных угроз. Поэтому, ну и понятно, почему. Потому что 90% всех неприятностей, ущебок происходит именно от гидрометеорологических факторов. Ну вот, так что вот наши предки, они правильно избрали направление, что нужно развивать метеорологию в Казанском университете. Ну и вот мы сейчас посмотрим, к чему это, как говорится, пришло. Первая книга об атмосферных явлениях была написана Аристотелем под названием «Метеорология». Уже в то время появилось это название. А вот термин «климат» ввел древнегреческий астроном Гепарх, тоже до нашей эры. «Климат» переводится с древнегреческого на «клон». Вот это определение считается астрономом в науке. Почему? Потому что астроном придумал такое определение климата, которое, ну понятно, с позиции астрономии, безусловно, определяет главный фактор климатических изменений – это солнечную радиацию. Солнечная радиация распределяется неравномерно по территории земного шара. И поэтому Гепарх выделил три зоны – тропическую, умеренную зону, полярную зону. И вот там понятное дело, что наибольшая высота Солнца – это низких широтах, наименьше полярных, отсюда возникают вот такие различия. Конечно же, в дальнейшем наука развивалась, и Гумпольд, он уже ввел в своей книге «Космос» в XIX столетии, уже новое определение климата, в котором учитывал взаимодействие атмосферы океана, земную поверхность и так далее. Гумпольд известен как великий географ и естественный испытатель. Ну а в наше время все-таки стали больше обращать внимание на то, что климата не есть нечто устоявшееся, среднее. Это достаточно такая мобильная характеристика, и экстремальные события постоянно происходят. И с позиции уже статистической гидродинамики уже придумано новое название. Это предложил академик Монин, что климат – статистический консамбль состояний, проходимых климатической системой за достаточно длительные промежутки времени. То есть все, что происходит, это можно. И, наконец, я бы хотел еще сказать об одном определении, которое уже совсем недавно было предложено. Это климат, есть инвариантные, вероятностные меры, сосредоточенные на странном аттракторе климатической системы. Когда мы говорим о климатической системе, то нужно помнить о том, что она включает в себя атмосферу, как наиболее подвижную оболочку. Океан, который обладает большой теплоемкостью и инертностью. Далее суша примерно рассматривается 10-метровый слой толщиной. Криосфера, то есть все льды, и биосфера, биота. То есть все вот эти сферы, они увязаны, взаимодействуют и подчиняются вот этой климатической науке. Ну и в заключении по этим определениям, конечно же, есть и другое определение. Деятели культуры, в частности Марк Твен, известный писатель и юморист, он сказал так, что климат – это то, что мы ожидаем, а погода – то, что мы получаем. И в самом деле погода – это такое мобильное, быстрое, это вектор, совокупность многих параметров, начиная с температуры, давления, влажности, явления погоды и так далее. А климат – это все-таки тенденция. Тенденция, и вот по современным представлениям у нас все-таки есть руководящий орган метеорологии, называется Всемирная метеорологическая организация. Штаб-квартира находится в Швейцарии. То они предлагают так – определяют климат по 30-летним периодам. Вот и конкретно 1961-1990 год. Вот за этот 30-летний период определяется норма, и по этой норме мы уже живем. Мы сравним всегда с этой нормой. Вот таким образом, что касается метеорологии и что касается климата, здесь я немножко рассказал. Так вот, в Казанском университете метеорология все-таки развивалась на физико-математическом факультете и рассматривалась как дисциплина экспериментальной физики. При этом наблюдения метеорологические, к ним приучались будущие преддаватели физики, математики. И затем роль Казанского университета заключалась в том, что роль оказывалась в организационной, методической и так далее. То есть наблюдения проводились в метеорологических народных училищах, гимназиях всего Казанского учебного округа, который включал в себя 15 губерний – Урал, Сибирь, Поволжье и даже Северный Кавказ. И вся эта информация стекалась в Казанский университет. Здесь на ученом совете Казанского университета рассматривали вот эти наблюдения, обсервации или, как их называли еще, метеорологические замечания и так далее. Положил начало этому адъюнк физики, затем профессор Запольский Иван Ипатьевич. Но он жил не так долго. И затем на смену был приглашен ему профессор теоретической физики Бронер из Швейцарии с 1810 года. И, по сути дела, вот с него-то начинается эта метеорологическая наука. Хотя я бы хотел заметить, что Фукс, известный профессор Казанского университета, занимающийся медициной, он объяснял многие явления, в частности, был очень холодный 1811 год, он объяснял болезни населения города Казани, в том числе простудные заболевания и так далее, вот метеорологическими факторами. И написал статью, именно где как раз давал оценку здоровья населения города Казани с учетом наших природных явлений, в первую очередь метеорологических явлений и так далее. То есть фактически получается так, что Фукс в какой-то мере даже чуть определил Бронера. Бронер, по сути дела, он ведь во многом способствовал становлению Николая Ивановича Лобачевского в Казанском университете, и более того, даже крепко его вручал. Вот здесь мы сейчас посмотрим, есть такое, произошло однажды такое событие в 1811 году. Вот перед тем, как получить аттестат, ему дали такую характеристику Лобачевскому – «юноша упрямый, нераскаянный, весьма о себе мечтательный, проявляющий даже признаки безбожия». Это написано было в 1915 году, новый энциклопедический словарь. То есть это цитата-то верная. Поэтому вот как раз Бронер и другие профессора выступили на его защиту и тем самым спасли для науки Лобачевского до Казанского университета. Бронер написал статью «Следствие из метеорологических наблюдений в Казани 1814 года». Вот эту статью мы считаем как бы положившую начало действительно научным исследованиям. Ну, проводились метеонаблюдения, в конце концов, кто-то их анализировал, и так далее. Учитывал, возможно. А вот что, чтобы уже нужно обопрещать эти результаты и сравнивать, Бронер тем более сравнивал с городами европейскими, каков у нас климат в городе Казани, то вот это. Ну и в целом он делал публикацию в газет «Казанское известие», которая, собственно говоря, тоже служила интересом нашего университета. Ну и главная его заслуга заключается в том, что действительно при нем в 1812 году открылась метеорологическая обсерватория. И вот мы считаем, это точка отсчета. В этом году 205 лет метеорологического наблюдения в Казанском университете. Это третье, после, в России, да и в Советском Союзе когда было, третье, по сути, станция обсерватория. Первая в Санкт-Петербурге, вторая в Москве, там межевой институт есть, при нем метеорологическая обсерватория. И вот третий, уже в 1819 год, Казань. Ну вот такие наблюдения проводились в то время, что там отмечалось, температура, явление, давление и так далее. Это я к тому, что вот дальше мы увидим, что наблюдается сейчас. Вот, кстати говоря, предлагается в настоящее время подключиться России к евразийской системе. Они уже начинают обеспечивать такими станциями, наблюдательными станциями, которые измеряют тысячу параметров. Тысячу параметров, не только метеорологических. Профиль там, пульсации, дыхание почвы, растения, дыхание растений, все экологические параметры. Но это удовольствие очень дорогое, поскольку такая станция стоит от 2 миллионов евро до 7 миллионов евро. Вот в России пытаются две станции такие установить. Это в Ростове-на-Дону и в Сибири. Там на дым, город на дым, в Устье-Аби. Нашему университету тоже предлагается подключиться к этой сети. Тем более, что в Европе это уже государственное дело. Вот такие ведутся сейчас наблюдения. Вот то, что мы видим первичные, вот эту табличку, вот сейчас, пожалуйста, тысяча параметров. И это ведется постоянно в автоматическом режиме. Далее нужно обязательно сказать о Купфере. Адольф Яковлевич Купфер, который был приглашен из Петербурга в Казанский университет, профессор физики, химии, минералогии. И он, собственно говоря, стал заниматься и положил основу уже магнитным наблюдением в Казанском университете. Но был он здесь не так, так сказать, много времени. Вот он, кстати говоря, очень тесно сотрудничал с Николаем Ивановичем Лобачевским, поскольку тот уже стал ректором в этот период. И их задача заключалась в том, чтобы расширить круг наблюдений, публиковать их и так далее. Но Купфера переманили в Петербург, он стал академиком. И прибыв в Петербург, сумел создать главную физическую обсерваторию и метеорологическую службу в России. И в честь этого была вот такая выпущена, были две медали. Вот на одной из них изображен Купфер, а на другой сама геофизическая обсерватория, которую он основал. То есть он очень много сделал. И более того, умер-то не в таком большом возрасте, 68 лет. Почему? Он устанавливал приборы на вышке, простудился, получил воспаление легких в Петербурге и вот скачался. Ну, по сути дела, как говорится, на своем посту. И здесь важный момент. Вот Купфер, Адольф Яковлевич Купфер, это казанский наш профессор, был казанным профессором, и оставил действительно яркий след в истории метеорологических и магнитных наблюдений. Ну, все стоило очень дорого. Стоило дорого, все приборы нужно было покупать, поэтому, оказывается, да, метеорология была дорогой наукой. Здесь я сказал, современные станции стоят миллионы евро, а в то время, ну, что там, термометры, барометры и так далее, они тоже стоили. Приходилось приводить из-за рубежа, из Парижа и так далее. И вот после того, как он уехал, в 1829 году, метеорологическая обсерватория стала заведовать Лобачевским, он стал директором. Ну, он был ректором, естественно, главные заботы его были ректорские, но тем не менее, он отвечал за, Лобачевский отвечал и за метеорологию в Казанском университете. Что он сделал? Он сделал следующее. Вот сейчас, когда мы выходим во двор, там здание научной библиотеки, там, где находится абонемент художественной литературы, на этом месте, по его, так сказать, предложению, был вырыт шахт-колодец глубиной в 32 метра. Он предложил измерять температуру почвы, в почве. Для этого купили термометр, через каждый один метр установили целую лабораторию, это было там построено. Туда можем спускаться по винтовой лестнице и так далее. Но через некоторое время, да, до некоторых времени хочу сказать следующее, что вот его труд не пропал даром. После него пришел кнор, который обработал эти данные, и опубликовал. Ну, тут о нем немножко чуть позднее. А вот Николай Иванович Лобачевский вот занялся этим делом. Вот когда обработку провели, данных, ну, впервые температуру в почве, то оказалось, что самая низкая температура до минус одного градуса, это в конце марта. А самая высокая температура на уровне одного метра, на глубине одного метра, она наблюдалась в июле месяце и равнялась 15 градусам примерно. То есть в почве температурные колебания не так ярко выражены, как в атмосфере. У нас по среднем месячным данным в городе Казани 33 градуса. Это я имею в виду по среднем месячным. А если брать экстремальные события, то и все наберется, наверное, под 80. Ну, правда, не всегда, конечно. Вот у нас ведь в 2010 году была жара как раз под 40 градусов, но это предел, который может быть температура у нас здесь в Казани. Это экстремальный. Так Лобачевский, кроме того, он расширил круг наблюдений. Тогда было как-то, не было таких, не было инструкций, не было метеорологической сети, по сути дела. Наблюдали, как там приходится. А вот он график составил. Четыре наблюдения утренние в 9 часов, там полуденные и так далее. Вот четыре наблюдения. И самое главное, я считаю, даже не это, наверное. Все-таки Казань оставалась, университет оставалась центром метеорологии вот огромного такого учебного округа. Поэтому нужно было выезжать, нужно новые станции. И вот новые станции, которые не то что в окрестностях, по Волжье созданы, начиная с Царицына и кончая ниже Новгородом, вот ниже, здесь у нас, Симбирск, и так далее, и так далее, и на восток, и на запад. Это все происходило под влиянием как раз Казанского университета, ну и, безусловно, Николая Ивановича Лобачевского, когда он этим делом занимался. Ну вот я уже сказал про этот колодец, но судьба вот так и получилась. Вот стали лопаться эти ртутные термометры, не выдерживали, видимо, таких, так сказать, холодных периодов, и что получилось? Но он Лобачевский изобрел, я это не знал, отказывается, что он не только чистой математикой занимался, а он изобрел уже такие металлические термометры. И тем не менее, все равно природа победила, природа победила, потому что стали выделяться метан и другие газы, и пришлось все это прекратить, вот эти наблюдения. Но эта лаборатория подземная была настолько большой, когда стали строить вот это здание научной библиотеки, нужно было все это заботонировать землей. Вот. Работали, работали, бросили это занятие, и просто каменный свод поставили над этой лабораторией, и сейчас она находится, когда возводили фундамент, в общем, она находится на углу, видимо, вот этой научной библиотеки, так что мы ее и не увидим. Вот. После Лобачевского надо бы нам отметить Ивана Михайловича Симонова. Ну, это понятно, они совместно работали с Николаем Ивановичем Лобачевским и так далее. Симонов знаменит тем, что, во-первых, он участник первой русско-антарктической экспедиции Белинсгаузена-Лазарева, открытия Антарктиды на шлюпе Восток, к сольюре станции Восток в Антарктиде сейчас функционирует и на станции Восток для изучения климата и прошлого состава атмосферы пробурили Антарктиду на три с лишним льды, антарктические льды на три с лишним километра и обнаружили там внизу подледное озеро. Вот это работа приостановили. Почему? Потому что побоялись привнести туда ну так сказать понятное дело это же техник в конце концов там какие-то примеси могут оказаться и так далее. Вот подготовили такое назовемое экологически чистое оборудование все-таки пробурили все это три с лишним километра но тем не менее жизни в этом озере не оказалось. А что любопытно это озеро предсказал теоретически предсказал сын Капицы Петра Капицы физик сын у него был географ географ московского университета профессор московского университета еще он корреспондент академии наук вот он как раз предсказал наличие этого озера поскольку сам исследовал Антарктиду и теоретически получился и доказательство подтвердилось потому что затем когда географы стали ну у нас во-первых очень сильный был институт он сейчас работает институт сильный Котляков академик глицеолог выдающийся глицеолог вот он возглавлял эту работу вместе с французскими исследователями вот они сумели пробурить что это дало это дало то что удалось исследовать изменение климата на протяжении одного миллиона лет и очень важно когда керны извлекают керны льда во Франции их обрабатывали исследовали по пузырькам которые там сохранились можно было судить об атмосфере прошлых эпох то есть за миллион лет о ее температуре и так далее ну и выяснилось что именно колебания климата происходит с цикличностью примерно 100 тысяч лет за это время обязательно будет на протяжении вот этого последнего миллиона лет обязательно будет потепление климата и будет соответственно ледниковый период обязательно это случилось таким образом ну вот сумели это очень трудная работа была потому что нужно было исследовать керны и так далее они исследовались вместе с французами это международная деятельность по сути дела ну а для нас важно то что в этом принимал участие Симонов в открытии Антарктиды здесь кстати говоря этнографический музей он привез много коллекций когда они путешествовали и Симонов написал первую работу наверное о разности температуры в южном и северном полушарии возможно это первая работа кроме того Симонов многое сделал он тоже стал впоследствии ректором и многое сделал для развития университета и в первую очередь для развития магнитных исследований в Казанском университете вот ее портрет Иван Михайлович Симонов вот сподвижник Лобачевского ну а далее все-таки своих подготовленных профессоров у нас не было вот Кнор который тоже заведовал метеорологической обсерваторией он был рекомендован Гумбольдом ну вот главная заслуга Кнора заключается в том что он подготовил наставление учителям Казанского учебного округа для дела метеорологического наблюдения это такое пособие оно и есть мы, так сказать недавно подготовили статью совместно с сотрудником главной физической обсерватории Хайрульным там как раз вот это приводим в своей статье вот все те самые достижения которые были сделаны именно в тот самый период но Кнора затем переманили в Киевский университет он там стал так сказать работать но он сделал здесь важную такую оставил о себе память в ученых записках Казанского университета опубликовал статью «Ход температуры в Казани из наблюдений 1933 года» вот почему эта статья оказалась важной потому что он как раз использовал начинание Лобачевского именно использовал не только температуру воздуха исследовал но и температуру как раз той самой шахты которая до 30 метров до 30 метров то есть ну в основном конечно верхний слой там 1 метр и так далее вот он он обнаружил закономерность которая затем Фурье а может быть раньше Фурье я не помню уже здесь он тоже в том же веке был в виде законов трех известных законов Фурье именно о том как меняется температура в почве ну после Кнора пришел Савельев все последователи они занимались безусловно расширением метеорологической сети доставали в России приборы не производились вывозили за границы для собственно наставления соответствующие то есть развивали отечественную метеорологию и здесь вот как раз очень важный важный момент был вот длительное время метеорологию в Казанском университете возглавлял профессор Бальцани это прямой ученик воспитанник Лобачевского и ну что он сделал наиболее такое интересное он стал запускать аэростаты то есть стали проводиться наблюдения не только так сказать на поверхность земли но и на больших высотах это его заслуга метеорологии занимаются физики вот Колли Слугинов известный физик Гальгаммер вот о нем Гальгаммере нужно конечно его показать и сказать следующее это все-таки ректор Казанского университета и он создавал сеть вот все они стремились последователи создавать сеть метеорологических наблюдений по всему Казанскому учебному округу гигантский округ был ну и безусловно это удавалось сделать вот активную часть принимал Смирнов один исследователь Курской магнитной аномалии на Казанской губернии было создано 23 метеорологические станции были издавались труды метеорологические сети Востока и так далее но затем все это было передано Петербург поскольку да вот кстати говоря метеорология профессор Гальгаммер математик но тем не менее написал вот такую книгу вот затем все это было передано в Санкт-Петербург там главная физическая обсерватория или физическая обсерватория которая основала Купфер вот она стала заниматься так сказать координацией всех исследований нужно упомянуть обязательно о роли профессора Всеволода Александровича Ульянина почему потому что Ульянин это учитель Завойского академика Завойского и он очень много тоже сделал для развития геофизики метеорологии просто физики все таки он был в первую очередь физиком теоретиком получил образование прекрасно в Германии и здесь он открыл кафедру геофизики в 23 году так что нам нашей кафедре метеорологии которая является наследницей уже исполняется 95 лет на будущем году ну и затем бы кафедра воспитала ряд выдающихся геофизиков это Логачев все они лауреаты либо так в то время Сталинской премии государственной премии Калинина Дроздова Суботина Булашевича вот это выдающийся ученый Суботин директор института физики геофизики в Киеве Академии наук Булашевич член кор Академии наук СССР это Свердловск Екатеринбург по нынешнему и так далее Дроздов очень большой вклад внес в Санкт-Петербург и так далее Логачев прибора ну проще говоря кафера воспитала действительно выдающихся геофизиков но это были 30-е годы 30-е годы здесь несколько человек лишь вот Ульяне Всеволод Александрович Ульяне он очень многое сделал и что интересно Ульяне читал лекции вот в этой аудитории в свое время тогда были это 20-х годах для были открытые лекции и он вспоминал что на первую лекцию придет много людей негде было даже сесть вот садились на подоконниках ну а затем такая это иссякало вот это ручейки и к концу уже мало оставалось то есть они занимались просветительской деятельностью вот те самые наши предки ну вот после Ульянина были вот обратите мандюков смолеков это все математики где был еще метеоролог вот в 48-м году по сути дела только начались подготавливать метеорологи вот по инициативе Петра Трофимовича Малякова который тоже является выпускником физмата так что наша наука метеорология она зародилась на физико-математическом факультете и тесно связано с нею в настоящее время ну а затем уже вот наша кафедра вот я сейчас уже по делу буду говорить больше так сказать там была история вот метеорологическая обстоятельствия Юан Энчин так сказать она сейчас вот находится здесь во дворе университета 205 лет ведутся наблюдения на метеорологической обсерватории но сохранились ряды с 1828 года это одни из старейших таких рядов то есть это был малоледниковый период и вот когда мы говорим о малом ледниковом периоде то я здесь всегда вспоминаю нашу первого студента Аксакова Сергея Тимофеевича который писал что еще будучи гимназистом они занимались метеорологическими наблюдениями и он это было все-таки начало 19-го столетия вот он отмечает что часто замерзала ртуть они ковали эту ртуть а птицы замерзали на лету они их подбирали и отогревали вот и уже в будущем ну в таком солидном возрасте он пишет что это не старческое брюджание что вот как бы такие холода холода были в Казани вот сейчас таковых таковых нет это он уже писал в 70-е годы действительно таковых не было самые холода были вот в тот период и вот я как раз да и метеорологическая обсерватория которая ведет наблюдение вот она уже ведет наблюдение 205 лет и получила соответственно от руководителя гидрометслужбы России вот свою такую грамоту что ее наблюдение является входит такой фонд наблюдений так вот уже современности это была все-таки наша история вот почему об этом нужно говорить безусловно все-таки Николай Иванович Лобачевский мысль глобальными такими проблемами то что была всего-навсего точка какая-то наблюдательная вот во что все это превратилось глобальная система наблюдений уже все значит все охвачено весь земной шар начиная со спутников в том числе метеорологических геостационарных спутников вот радарами и так далее за всем и ведется такое слежение через каждое и все это вот все это служит прогнозу погоды и климата вот международная группировка метеоспутников функционирует так что вот ведутся наблюдения за погодой за климатом всесторонне но я уже сказал что даже вот такие метеостанции предлагаются вот кстати говоря нам метеостанции тоже казанского университета предлагали звонил из Финляндии почему это делают из Финляндии вот это которая измеряет тысячу параметров профессор Сергей Сергеевич он как раз является инициатором но сам то он работает сейчас в Финляндии в финском университете вот он предлагает если бы мы купили за допустим 5 миллионов евро эту станцию то мы бы очень много могли сделать а вот здесь что это наша история по сути дела метеорологическая история в городе Казани здесь температура вот наши предки Лобачевские другие они жили все-таки тогда когда температура в Казани средняя годовая была порядка 2 градусов с небольшим сейчас уже 6 градусов мы идем только вперед глобальное потепление климата но его не остановить хотя вот сами пульсации показывают что конечно же межгодовые изменчивость она достаточно велика вот колебания происходят но тренд-то устойчивый тут никуда не денешься вот на 4 градуса здесь мы сравним наши данные с английскими вот известно что английские станции они я уже говорил что наша одна из старейших в России а в Англии 30-50 лет тому назад уже стали вести наблюдения и что любопытно Англии остров здесь мы аномалии просматриваем вот смотрите летний период справа у нас практически изменение погоды ну в данном случае климата проходит почти синхронно и лишь последние годы красные линии красные это наши университетские станции показывают вот мы наша красная линия пошла вверх у нас стало теплее то есть у нас стало теплее а в Англии кто-то может из вас бывал в Англии последние годы там все-таки становится прохладнее а вот что касается зимнего периода то же самое история вначале было теплее в Англии а вот сейчас я имею ввиду теплее становится у нас то есть больший поток тепла как раз находится это по данным нашей метеостанции красной линии данной нашей метеостанции а вот все вот эти штрихи колебания происходят это же понятное дело мы отфильтровываем колебания большие оставляем низкочастотные и поэтому наблюдаем за тенденциями развития ну вот что касается кафедры буквально два слова 200 2000 специалистов подготовили 100 кандидатов наук 20 докторов наук научная школа и так далее вот сейчас кафедры полностью остепененные ведет 71 дисциплину и прочее вот чем занимается наша чем мы занимаемся в первую очередь глобалистикой достаточно это климатом глобальным региональным циркуляцией то есть движением атмосферы энергетикой и так далее все это направлено на то чтобы все-таки попытаться использовать вот эти климатические ресурсы да по крайней мере для какой-то пользы ну вот то что мы вот наши публикации здесь представим а теперь уже больше по сути дела вот перед нами самая климатическая система источником радиации является солнце оно показано здесь вы видите шар климатические системы включают в себя атмосферу океан сушу криосферу и биоту все это взаимосвязано между собой работает в одном так сказать каком-то цикле для нас самое главное здесь вот какой момент важный есть вот особенно последующий рисунок раз мы его из него увидим работает энергетика сколько приходит на на нашу планету солнечного солнечного тепла столько же уходит если бы этого не было то конечно планета наша давно бы сгорела либо превратилась бы в какой-то ледяной так сказать такое стало ледяной что и собственно говоря наблюдается на некоторых планетах а вот благодаря вот этому равновесию удается сохранить температуру например сейчас температура средняя планетарная плюс 15 градусов она конечно колебалась сильно за историю земли 25 градусов было понятное дело когда это уже более древние времена лет 100 миллионов тому назад и больше определенной эпохи но было и такое последний ледниковый период когда было у нас была температура порядка 7-9 градусов это было совсем недавно 18 тысяч лет там назад то есть колебания температурами достаточно большие ну вот как раз здесь на этом рисунке представлены все компоненты климатической системы и соответственно стрелками показано какое идет взаимодействие как мы видим система работает над тем чтобы сохранить себя вот и притоки радиации как раз показаны в основном конечно солнечная радиация но солнечная радиация в основном поглощается земной поверхностью атмосфера в меньшей степени затем она отражается частично излучается и так далее это привожу к тому что сейчас очень модные понятия парниковый эффект действительно благодаря парниковому эффекту температура наша за последние столетия повысилась на 1 градус и дальше повышать опасно на 2 градуса ну так вот была не так давно конференция парижская на которой было все-таки принято решение что нельзя допускать чтобы температура поднялась до 17 градусов это плохо будет уже возникает нестабильность все равно все как-то врановесе в природе здесь уже будет больше негативного так сказать последствия хотя для нашей страны это хорошо было бы посудить сами средняя температура на территории России всего-то на все минус 4,5 градуса минус 4,5 градуса крилитозона 60 процентов занимает нашей территории вот у нас в Казани в Тарстане 4-5 градусов не так уж много если так разобраться нам тепло как раз бы не помешало почему все это происходит вот мы как раз говорим о том самом глобальном потеплении глобальном эффекте вот происходит согласно современной точке зрения что именно возрастает концентрация проникового газа в первую очередь углекислого газа метана закись азота озона и так далее и все это приводит к тому что вот последние годы резко повышается температура вот в правом углу она все время была как говорится параметры более-менее так сказать были плавными и вдруг резко все пошло экспонациональный рост вот что получается в итоге по экспоненте стали так сказать все подниматься параметры но что любопытно вот в последних по-моему докладах академии наук я прочитал статью там математики все-таки они говорят о том что возможно даже можно обойтись без вот этих парниковых газов вот если ну проводили провели такое исследование что температура может повышаться там вот скачками силу каких-то обстоятельств но это уже чуть позднее может будет время тогда я скажу а так то есть если альтернативные точки зрения что может что система сама по себе может без всяких внешних воздействий ну перейти как бы в новый режим так ну нам ну вот здесь мы показываем радиационные возмущающие воздействия за счет чего конечно главную роль в современном потеплении климата а я уже сказал что за последние сто лет температура глобальная повысилась на один градус это очень много это в естественных условиях когда нет антропогенного воздействия это происходит за многие-многие миллионы лет а вот то что сейчас произошло буквально за за короткий промежуток времени и главная роль в этом потеплении климата это искусственное потепление климата глобальное потепление благодаря тому что промышленность развивается сельское хозяйство и так далее нарушается экология нарушается баланс в природе вот главный фактор играет за СО2 углекислый газ концентрация увеличилась за последние по-моему лет 150 на 40% это огромная величина вот ну и естественно и метан который гораздо активнее раз 20-30 тоже повышается и так далее черный сажа появился сейчас черный углерод его называют он тоже разогревает атмосферу то есть проще говоря вот климатическая наша система которая включает в себя 5 компонентов вот происходят такие явления которые происходят под воздействием человека поэтому они называются антропогенными потому что естественные процессы они не достигают таких больших значений есть солнечная активность мы знаем циклы меняются вот вулканическая активность другие так сказать моменты есть но они к этому не приводят они приводят изменяют температуру на 0,1 градус а здесь на целый градус получился вот то есть мы как-то идем к какой-то нестабильности и вот если взять последнюю тысячу лет то вот мы видим что было тепло это вот климатический оптимум был на протяжении последних это когда получилось это 800 тире 1200 лет примерно вот в это время как раз было освоение Гренландии это в основном скандинавы и так далее ну да жители скандинавии они бы на своих суденышках доплывали до тех льдов там кстати говоря по их описанию были зеленые луга и так далее они перевозили туда свой скот и так далее то есть проще говоря там у них были поселки вот это вот как раз тот самый период примерно 1200 лет тысячу лет и так далее вот а затем все это стало меняться стало изменяться вот уже наступает малоледниковый период это примерно малоледниковый период наступил в 16 веке и продолжался до 19 века примерно три столетия температура стала понижаться и это почувствовали вот англичане англичане возделывали себя культивировали виноград на своих островах а затем перешли на ячмень вот у них были раньше вины виноградные а затем они изобрели виски вот они в данном случае выиграли в данном случае то есть приспособились вот но дальше все-таки в последующие годы вот последующие годы особенно последние 150 лет вот за этим уже наблюдения ведутся всемирно-метеорологическая сеть температура стала повышаться глобальной температуры и вот правому так сказать правому углу так сказать от меня да то получается то что мы сейчас живем уже при таких высоких температур и этот процесс он идет по экспоненте так же как и содержание парниковых газов поэтому ученые люди обеспокоены и не только общественность и государственный деятель как бы не было негативных последствий больше чем приятных последствий от того что климат становится более теплым неустойчивость возникает большие возникает засох и так далее вот у нас сейчас мы да ну это последствия сразу последствия идут за потеплением сокращаются льды хотя для нашей страны судоходство дело хорошее когда северный ледовитый океан освобождается от льдов то можно и вот это выгодно но страдает медведи страдает вот флора фауна меняется все это ледников так сказать там ну вот растет и сокращается снежный покров то есть получается так что вот эта климатическая система меняет свои параметры меняет параметры и за этим идут природные процессы ну это не всегда как говорится поощряется в этом плане вот если рассматривать в целом как идет это современное глобальное потепление то практически оно везде в меньшей степени в Антарктиде вот здесь представлены как раз красным показано красным цветом и черной линией это вот как раз температура которая поднимается и этот все процесс будет идти до 2000 года практически если бы не было углекислого газа не выбрасывался углекислый газ в атмосферу то наша температура вот там синяя линия обратите внимание то она практически не менялась наоборот естественная тенденция даже понижения температуры то есть мы как бы живем сейчас ну в достаточно естественном климате и почему это все происходит вот происходит из-за того что выбросы огромные выбросы происходят в атмосферу и возникает так называемый прониковый эффект что значит прониковый эффект это когда углекислый газ в первую очередь поглощает поток тепла который идет от земли в атмосферу и не отпускает в космос не пропускает в космос все остается нам идет прогрев и вот есть такие сценарии развития климата на будущее от полутора до четырех с половиной градусов температура может подняться на протяжении двадцать первого столетия понятное дело что вот парижские соглашения они не случайно были заключены и принято было решение не больше можно подниматься не больше чем на два градуса надо сокращать объем производства надо переходить на новые совершенные технологии и так далее то есть эта проблема становится уже потепление уже достаточно серьезной проблемой потому что нарушается баланс вот видите факт показывает что каждое последующее тридцатилетие это результаты наблюдений причем таких очень высоких высокого уровня наблюдений то есть каждое последующее тридцатилетие становится все более и более теплым а весь земной шар по сути дела вот видите это тренды тренды все положительные и особенно высокая скорость потепления происходит на территории Российской Федерации Канада и так далее то есть вот эти северные достаточно регионы если брать 2016 год он был самым теплым в истории метеонаблюдений вот снова видеть что северное полушарие оно разогревается в большей степени и где мы находимся и лишь Антарктида вот где Антарктида там синяя это означает что там тренд отрицательный там температура не повышается отрицательная температура понижается наоборот вот такая глобальная картина поэтому говорят мы случайно о глобальном потеплении климата потому что синего голубого очень мало на нашей планете а в основном процесс идет как бы в сторону в одном направлении эти данные построены уже по таким апробированным ведется наблюдение мировая сеть данных сеть наблюдения и обработка ведется соответствующая то есть вот мы достоверная достоверная картина так ну вот если говорить поскольку здесь много очень уважаемых математиков то все-таки я бы хотел привести вот эти формулы которые которыми работает академик Марчук работал правильно сказать Дымников его школы это институт вычислительной математики институт вычислительной математики создал модель климатическую в этой климатической модели одновременно участвует 10-10 степени показателей то есть сотни-сотни миллиардов чисел одновременно вот ну это символически записана система уравнений гидротермодинамики вот соответственно разыскивается траектория траектория прогноз погоды это отыскание траектории движения этой системы во времени что скажу вам чтобы поскольку здесь не все так сказать представители здесь представительство очень широкое все-таки часто ругают наверное метеорологов но краткосрочные прогнозы они оправдываются процентом на 95 на 98 до трех до трех суток а вот дальше возникает уже явление такие это же дело связано с техникой с математикой возникают шумы и так далее которые не позволяют правда сейчас современные модели глобальные модели достаточно высокоточные и прогнозируют попытки уже до 10 суток прогноз делается до 10 суток я хочу сказать это прогноз детерминированный есть две вещи есть детерминированный прогноз когда мы видим карту и видим все как говорится на ладони но есть прогноз еще вероятности там мы просто говорим или метеорологи говорят просто вот в таких пределах будет тот или иной так сказать показатель ну скажем сейчас у нас май месяц по прогнозам долгосрочным прогнозам май месяц был в пределах нормы в пределах нормы может быть он и получится в пределах нормы потому что мы знаем что в мае месяц 13 градусов средняя температура хотя собственно говоря подозрительно потому что я смотрел все время у нас как-то температуры были ниже июнь ожидается в пределах нормы июль жарким соответственно август тоже в пределах нормы примерно 17 градусов а сентябрь и жарким и влажным вот это так называемое долгосрочное прогнозирование все это идет от школы кибеля морчка и так далее поэтому здесь винить просто метеорологов не надо здесь приложили руку и математики высокого причем очень высокого класса а модель которую создали в институт математики в учреждении в учреждении в учреждении математики в Москве вот Дымников сейчас в основном работает она является одной из лучших мировых моделей причем что важно наши модели все-таки создаются достаточно самостоятельно в отличие от зарубежных это вот относительно прогноза будущего поскольку на будущее поскольку меняются соответственно сценарии если страны не договариваются между собой то выброс все больше и больше парниковых газов ну и следовательно из-за этого повышается температура и примерно на 4,5 градусов может повысить температуру на нашей планете если не будет согласия между государствами будет согласие будут уступки соответствующие то может получиться всего лишь полтора градуса вот на это рассчитывают и поскольку парниковых газов в атмосфере очень много они частично правда переходит в океан на процентов на 30 в экосистема экосистема то есть растительность тоже поглощает углекислый газ то в атмосфере остается все равно более 50% все это накапливается и даже если отключить всю промышленность все равно вот это глобальное потепление климата которое мы сейчас испытываем оно должно продлеваться и на 22 и на 23 столетие а там как там уже там может быть будут затем другие технологии вот видите красный показано это то что температура повышается поэтому молодежь которая по крайней мере будет жить во второй половине 21 столетия она может вот вспомнить допустим вот эти рисунки и сказать что правильно сделали ученые начало века правильно не предсказали погоду я не думаю что у вас будет малый ледниковый период потери огромные потери несут из-за экстремальных погодных условий причем эти потери все время увеличиваются вот видите по сути дела по экспоненте идут и по нашей территории Российской Федерации обратите тоже самое происходит то есть число явлений опасных погод все время увеличивается растет в одном направлении дальше если посмотреть республику нашу то получится так вот я привел 2010 год здесь эта смертность населения показатель смерти населения резко возросла поскольку была большая жара до 40 градусов почти доходила температура то есть это верхний предел выше она может и не быть потому что там уже баланс сохраняется в этом году по территории по европейской части России 50 тысяч вот таких летальных исходов но вот что любопытно в Париже произошла примерно та же самая история в 2003 году погибло большое количество первое что касается людей пожилого возраста вот но они поняли наладили кондиционирование и так далее другие мероприятия и у них случилась аналогичная жара уже пострадавших нет вот нам нужно так сказать извлекать вывод так вот что касается современного это уже дальше начинается кафедральное творчество вот что касается современного периода мы обрабатываем данные начиная с 850 года и мы видим что действительно глобальная температура красной линии все время идет в рост но что самое еще здесь интересное что цикличность вот 60-летний цикл наблюдается вот черной линии проведена 60-летний цикл ну ученые говорят приверженцы вот этой прониковой теории что если бы не было естественных факторов то есть вулканической солнечной активности других внутренних то конечно кривая была бы более спрямленная а здесь получается в некоторых случаях возникают именно задержки потепления и ну кстати говоря вырабатывается как бы здесь в свое роде ступенчатый рост мы знаем о том что примерно если можно подойти и по-другому здесь как непрерывный кривая а можем построить ее в виде ступенек то у нас будет так с 1950 по 1987 год одна ступенька затем вверх подскакиваем температура подскакивает и начинается новая ступенька то есть ступенчатая такая это уже с позиции математики которая занимается более серьезными ну а здесь вот северный полушарий южный северный полушарий является продвинутым более продвинутым у нас теплее у нас континенты и у нас получается так что примерно ну раз на полтора по-моему может быть выше температура чем в южном полушарии океаническом полушарии и там Антарктида многое Антарктида по-прежнему не очень подвергнута глобальному потеплению климата я хочу подчеркнуть еще раз что суша более прогрета чем океан и северный полушарий чем южный полушарий соответственно все расчеты это и есть я уж не буду приводить вот смотрите мы живем в мирной зоне вот ситуация такова что температура наша растет никуда не денется вот начиная с 70-х годов ну в тропической зоне попроще ситуация вот здесь по высотам мы можем говорить что у земли вот на нашей карьере проводится работа по реанализам и мы имеем возможность рассматривать в настоящее время ход температуры до высоты 70 километров с высотой и мы видим следующую картину что вот если поднимаемся на уровень 800 это полтора километра то мы видим наблюдаем рост вот такие это по горизонтали года если выше поднимаемся ну вот 300 это уже там где летает самолет под тропопаузой тоже идет рост температуры вот а когда переходим в стратосферу 30 гектапаскалей это примерно 24 километра 25 то там уже понижение это правильно согласно прониковому эффекту именно тропосфера должна нагреваться а стратосфера выхолаживаться ну вот еще выше поднимемся ближе к мезопаузе вот 1 гектапаскалей это уже уже здесь тропопауза уже начинается стратосфера то есть мезосфера мезосфера здесь уже процессы идут немножко по-другому термосфера по-моему уже нагревается ну это уже обработка ведется того как меняются низкочастотные компоненты то есть мы отфильтровываем колебания высокой частоты оставляем только климатически значимые и из каждого последующего года вычитаем предыдущий год вот внизу мы держим тропосфере у нас вот получается в основном картинка такая все-таки тепло а в верхней части там уже подинамичные чередования происходит вот то же самое здесь наверху по-другому я здесь уже время я чувствую уже да надо будет побыстрее это будем смотреть по нашему округу по Волжи по сути дела температура меняется таким образом кто живет в Саратове у них среднегодовая 7 градусов кто живет в Пермском краю на северо-востоке у них даже отрицательная температура уже начинается среднегодовая округ можно поделить ну это специальные методы здесь наши специалисты на кафедре делали методы аналогов вот кропотливый расчет они показывают что территорию округ можно поделить на три части мы живем в первой части в полуполучной части вот аномалия температуры у нас только устремляется вверх это синяя зима красное лето среднегодовая температура ну то же самое по этим трем районам которые клавишкация проведена была там есть отклонения но в целом посадкам посадкам все мы занимаемся летний период садоводством и так далее не вредно это знать и как распределяются осадки у нас что касается тепла я здесь мы видим что тепло увеличивается с осадками сложнее картина здесь более сложная более картина мозаичная и ну у нас 500 миллиметров примерно упадает почему потому что они носят более колебательный характер то есть вот есть в 70-м году их мало было затем стали увеличиваются эти осадки по сезонам а затем снова стабилизировалось и уже 7 районов то есть осадки это с осадком более сложно работать вот они менее как говорится поддаются не то что они менее они они измерения все-таки измерения менее точнее чем температура и они более изменчивее чем температура и поэтому видите уже 7 районов выделяется у нас здесь вот их поведение соответственно ну по разным районам здесь наш район там а вот мы так идем к концу примерно вот что касается города Казани с 828 по 2016 год ну вот вы видите что среднегодовая температура у нас только идет направление роста вот то есть климат становится более теплым вот я не да зимние температуры в последнее время что-то стали немножко понижаться вот показано ну это а летние температуры растут наоборот растут хотя вот вы сейчас скажете вот у нас май месяц май месяц что вот пора бы как говорится более высоким температурам быть вот но в этом году действительно май аномально холодный хотя в природе считается что это даже и неплохо вы можете судить по зелени и так далее и это одна сторона дела другое дело что в этом мае почему-то у нас осадка мы все-таки не набираем норму мы и температуру не набрали по температуре и то же самое и по осадкам не набираем вот ну и если посмотреть в целом вот мы видим здесь развертку такую что в летний период все-таки у нас температуры растут красные тенденции это тенденции несколько частотный компонент либо просто разность мы из последующего читаем предыдущие чтобы видеть историю вот вот что касается как сказывается это дело на ведь это мы должны говорить не только абстрактно как для человека для сельскохозяйства и так далее вот есть биоклиматические индексы биометеорологические индексы которые показывают что как воздействует температура давления скорость ветра облачность осадки и прочее все это на здоровье человека конечно для здоровья человека хуже всего когда есть перепады большие температуры если перепад допустим давления больше 8 гектар паскаля то это конечно считается плохо то же самое перепады температуры допустим градусов 8-10 ну и что же получается получается так что все-таки по данным именно эффективная температура это комплексная характеристика мы видим что все-таки у нас как бы климат становится более приятным летний а зимний более теплым это индекс Бодмана он учитывает суровость это индекс суровости мороза ветра и так далее он наоборот ослабевает то есть зимняя погода становится более комфортной вроде бы получается так что мы год на год подчеркиваю может не приходиться но в целом тенденция к тому идет что нам и нашим так сказать да мы проводили социологический опрос с помощью наших социологов Ермолаев Кузнецова вот то есть были подготовлены вопросы для жителей Татарстана для специалистов и так далее как они ощущают изменение климата как они воспринимают это дело и так далее ну мы в общем получили достаточно ожидаемый результат потому что действительно люди это дело чувствуют по себе и как меняется погода как меняется так сказать обстановка в целом вот ну и в целом что больше всего пожалуй беспокоен гидрологи почему потому что это все-таки режим рек и прочее он очень сильно зависит от температурного и от режима осадков вот так что вот на этом спасибо я закончил спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok